Здоровье является самой главной жизненной ценностью, которая дает возможность осуществлять любые цели в жизни, да и просто жить. Поэтому пропаганда здорового образа жизни, особенно в ходе интересных мероприятий, насущно необходима. В этом мы смогли убедиться, побывав в славянском филиале Крейсерской парусной школы. Главная цель мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню без табака, привлечь внимание каждого к здоровому образу жизни и решению многочисленных вопросов, связанных с повышением ее качества. Это время, когда молодой человек должен остановиться и подумать, как сделать свою жизнь и жизнь других лучше и богаче, продлить ее. Для студентов славянского электротехнологического техникума, принявших участие в увлекательных спортивных эстафетах, танцевальном конкурсе, это мероприятие стало отличной возможностью пообщаться с друзьями, получить заряд бодрости и своеобразную настройку на здоровый образ жизни и большое, полное, замечательных событий и отдыха лета. На станции «Здоровая загадка» с ребятами беседовала врач-нарколог Славянской центральной районной больницы Екатерина Кадысева. Она постаралась раскрыть перед молодыми людьми все минусы табакокурения и все плюсы отсутствия этой вредной привычки. Нынешнее поколение, к великому счастью, начинает меньше курить. Начинает меньше курить, потому что информации очень много, очень много мы проводим работы. Общемировая тенденция идет к снижению табакокурения. Тут влияют и цены на табак, и пропаганда здорового образа жизни. На станциях мастера игры и волонтеры отряда «Пчела» подготовили для команд задания. Надо было видеть, с каким настроением и энтузиазмом ребята проходили веселые и занимательные станции. Здоровье важно для человека, для каждого. И мы решили с ребятами то, что мы должны пойти сюда, решить для себя, показать всем то, что мы очень здоровые и хорошие. И мы должны, по идее, победить. Все хорошо начиналось. Уверенность в своих силах и сплоченность этой дружной команды позволили ей одержать победу. Радости ребят просто не было границ. Я, конечно, надеялась, что мы займем первое место. У нас была очень дружная и хорошая команда. Я очень рада, что так получилось. Очень неожиданно и приятно. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Мой стиль жизни сегодня, мое здоровье и успех завтра» при поддержке фонда президентских грантов. Волонтерам школы общественного лидера были вручены сертификаты о прохождении обучения. Первый этап закончился профилактической программы. И те ребята, которые стали участниками, они узнали не просто о вреде употребления психоактивных веществ. Об этом на самом деле сегодня много доступной информации. Но та форма подачи, которая для них была предусмотрена, она была им интересна. И на самом деле очень хороший отклик от ребят, что новая информация была для них, была в очень интересной познавательной форме, в необычной. Потому что с ними проводили тренинги, были ролевые игры, работа в группах, мозговой штурм. Участники достойно преодолели все испытания на маршруте и в завершении прошли стажировку на каноэ. После инструктажа они самостоятельно спустили каноэ на воду протоки и пустились в плавание, которое для многих из них было первым. Яркие впечатления от этого дня надолго останутся с ребятами. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».